Я стираю все это хозяйство и говорю, что вот в этом месте мы уже получили единица в квадрате сравнимо с числом 18 по какому модулю? 16. По модулю на самом деле 8. Объясняю почему, потому что мне число 17 не так интересен. Мне сейчас, даже вот я вот здесь напишу так, 1 плюс 8у. У это не стоит лента. Так, все понятно? Сейчас я возьму и единицу, чуть-чуть поправлю. Если единицы, я напишу единица плюс, ну, сколько вы хотите. Наверное, все-таки имеет смысл написать 4х в квадрате. И вот, посмотрите, что это такое. Ребята, я сейчас специально пытаюсь без всякого метода Ньютона, просто вот, что называется, наивную область. Объясняю вам, что это поэтические числа. Это 1 плюс 8х, понимаете или нет? 1 плюс 8х плюс 16х квадрат. Вот теперь посмотрите, какая идея. Я хочу перейти к сравнению по модулю 16. У меня здесь уже есть сравнение по модулю 8. Когда я буду брать сравнение по модулю 16, на самом деле, вот это можно отбросить. И поэтому я имею здесь выражение 1 плюс 8х, а здесь 1 плюс 8х. Значит, можно взять вместо 1 число их. И будет выполнено сравнение по модулю 16. Правда, при этом, конечно, вместо единицы будет уже что-то другое. А именно, будет 1 плюс 4х в квадрате. Будет сравнимо с 1 плюс 8х по модулю какого? По модулю 16. Посмотрите, у меня степень двойки здесь возросла. Степень двойки здесь возросла, а это, на самом деле, очень быстро. Правда, здесь число изменилось. Но число изменилось не сильно. Оно сравнимо с единицей по модулю 4х. Это видно, да? Сравнимо с единицей по модулю 4х. Значит, смотрите, какое число я нашел. Я нашел такое число АН, что оно в квадрате сравнимо с интересующим меня числом 1 плюс 8х. По модулю 2 в степени 3 плюс n. Вот это вот 2 в четвертой, да? Итак, у меня было число А нулевое, это единица. А первое, это 1 плюс 4х. И заметьте, пожалуйста, и А нулевое, и А первое, они между собой сравнимы по модулю 4х. Догадайтесь, что я это делаю сейчас. Я уже нашел число, которое сравнимо с А нулевым по модулю 4х. И которое в квадрате дает с большей точностью 1 плюс 8у, чем у нас было раньше. Что я сейчас должен сделать, чтобы извлечь квадратный корень? 16. В каком виде я буду искать АН плюс 1? Вот, где у меня сомнение будет такое записано. В каком виде я буду искать АН плюс 1? Как АН плюс 2, пока не знаю, в какой степени. В степени. Пока не знаю, в какой степени. Умножить на какой-то амплекс. Сейчас мы собираемся, в какой степени. Ребята, надо привыкнуть к идее приближения. Я сейчас строю последовательность, которая будет постепенно определять эти самые два агические знаки нашего числа. Все, что мне нужно для того, чтобы понять, это все-таки сейчас возвести в квадрат АН успехное и посмотреть, как у нас там будет дело обстоятельств. Это АН в квадрате идеально. Дальше будет 2АН умножить на 2, вот в непонятной какой степени, умножить на ХН, да? Плюс 2 в дважды этой непонятной степени умножить на ХН в квадрате. Ребята, смотрите, это должно быть сравнимо с чем? С числом 1 плюс 108Y по модулю 2 в степени 4 плюс n. Потому что у меня показатель степени должен хотя бы на единичку увеличиться. Отлично. Смотрим, что мы знаем. Что когда мы вот из этого числа вычтем АН на квадрате, разность будет делиться на 2 в степени n плюс 3. Давайте это и запишем. Давайте показатель степени обозначу как у меня B. Итак, здесь у меня B, B, а здесь у меня 2B, да? Вот. И тогда будет следующая штука. АН умножить на Х, умножить на 2 в степени B плюс n, плюс 2 в степени 2B, умножить, ну, ХН, конечно. Вот. Умножить ХН в квадрате. Это есть 1 плюс 8Y минус АН в квадрате. То есть, смотрите, что это такое. Это 2 в n плюс 3 умножить на какое-то там целое, на 2 в степени 4 плюс n. Это должно быть. Господа, видно, чего я хочу. Я хочу, чтобы это все сократилось на 2 в степени n плюс 3. Тогда здесь останется сравнение по модулю 2, ну и там лестница Х, против, четное, нечетное, все замечательно. Для того, чтобы можно было сократить на 2 в степени n плюс 3, мне нужно, чтобы вот это B плюс 1, это и было как раз n плюс 3. Ура! Я убираю это число B, и вместо него пишу n плюс 2. n плюс 2. Здесь тогда получается n плюс 3. Здесь получается 2n плюс 4. Между прочим, это хорошо, потому что это делится на 2 в степени 4 плюс n, и поэтому фактически это исчезнет. А здесь будет n плюс 3. Беспонарно. Обе части сокращаем на 2 в степени n плюс 3, и получаем, что вот эта самая цель как раз по модулю 2 сравнима с х, н, а, н. С сравнима с х, н, а, н по модулю 2. Отсюда мы и узнаем, в качестве х, н, мы убрать единицу или ноль. И вы сделали очередной шок. Обратите, пожалуйста, внимание, что произошло. А n плюс 1 отличается от аэнного уже в довольно большом 2-часовом знаке, и поэтому у нас получается последовательность, да? И вот шаг за шагом мы так будем делать. Господа, еще раз, всякого метода ньютона просто наивно. На самом деле, он едет. То есть, вот, фактически те приближения методом ньютона, в общем, это более меня не будут. Единственное, что меня от ньютона быстрее, но в данном случае нас скорость сходимость совершенно не интересует. В общем, ну и он, ньютон считается, он для всех задач, не только для поэтических, он и вещественных учебных работ и так далее. Но сейчас я доказал, пожалуйста, я обещаю недоверчивые лица, пожалуйста, посмотрите еще раз на дозу и дайте понять, что я там делаю. Мне кажется, что я все обещал понятно. Давайте еще раз, жили, что жили, что жили? Жил бы ньютон 8 и целое число ибрек, и было число 1 плюс 8 ибрек. И когда единицу взвели в квадрат, то 1 в квадрате сравнимо с числом 1 плюс 8 ибрек по модулю 8. Дальше мы начинаем чуть-чуть подправлять это число. Взяли не 1, а 1 плюс 4 ибрек. И уже сравнение получилось по модулю 16. А потом на каждом вот н-ном шаге мы будем строить такое число а-нное, что а-нное в квадрате это 1 плюс 8 ибрек по модуру 2 в степени n плюс 3. И получается, что это можно сделать. Получается, получается, получается. В общем так, я объяснил, что числа сравнимые с альфинейцией по модулю 8, это квадраты более 2 количества числа.